так делаем крем крем я делаю из вареной сгущенки у меня вот две такие 1 потемнее 1 посветлее разные сгущенки две банки сгущенки приблизительно 300 грамм масла масло должно быть мягко хотите чтобы крем свернулся все должно быть мягкое то есть масло мягкое сгущенки комнатной температуры не из холодильника немножко ванилина щепотку так пробуем я добавляю еще масло как я определяю когда хватит масла допустим сгущенка сама у очень сладкая если не хотите чтоб торт совсем сладкий притана добавляем масло масло во первых сделает тот мягким очень и плюс еще не будет так приторно-сладко значит чем-нибудь тарелка или чем-нибудь и ставим в холодильник пока занимаемся тестом так 4 яйца добавляем немножко ванилин 2 стакана сахара я добавляю значит стакан 200 граммовый но я делаю не полные стаканы слегка взбиваем 200 грамм масла прям вот так вот сюда добавляем две вот такие у меня с горкой столовые ложки меда ставим на водяную баню и вот так вот постоянно помешиваем нам надо чтобы все растаяло все вся масса должна нагреться очень хорошо без остановки 15 я мешала масса достаточно нагрелась лучше дольше мешать на водяной бане дальше вот уже когда масса нагрелась не до добавляем две чайные ложки такие без горки соды и прям сюда же я выливаю сейчас скажу чуть-чуть уксуса вот так вот меньше половины уксуса прям сюда же почему я это сделала все скажу обычно как говорят сода должна гасится медом но если мед натуральный а если есть сомнения да и вообще лучше для гарантии вот слегка совсем чуть-чуть уксуса добавили и уже не будете думать интересно погасилась сода или не погасилась видите она уже увеличивается в размере сразу значит погасили и если соду не гасить то будет привкус вот этой соды потом после того как медовик уже приготовился видите как уже начинает такое пышная уже масса и она увеличивается в размере минут 5-7 еще мешаем и так чем больше вы продержите на водяной бане эту массу тем темнее будут видите уже такие коричневые будут коржи потом то есть если светлые коржи то мало продержали если хотите потемнее продержите подольше у меня прошло 7 минут значит 15 минут я мешала до соды 7 минут после соды и добавляю вот этот стакан муки просеянной и вот эти три минуты как раз с мукой перемешаю и буду снимать с плиты в итоге на водяной бане продержала я 25 минут 15 до соды и 10 после соды вот видите уже такой цвет коричневый светло соду обязательно вот это очень важно соду добавлять когда масса уже нагрелась а то не не будет воздушно не по не увеличится масса тогда два раза все выключаю убираю с плиты покажу дальше что делаю и так сюда приблизительно я нагладила для вас приблизительно здесь же у меня было 5 стаканов 1 я добавила внутрь значит 233 не полных стакана пока что делаем вот так вот углубление масса горячая поэтому муки сразу она много впитывает я вот горячим вливаю и потихоньку буду добавлять как бы смешивать с мукой вот так вот прям на стол так делаем ограждение так чтобы она не сбежала пока тесто горячее вот так вот смешиваю лопаточкой можете я еще раз говорю многие делают дают остыть потом добавляют муку но мне вот так больше нравится какое тесто получается именно горячим виде муку добавлять когда это тоже приходит со временем с опытом вот когда все перепробуешь и останавливаешься на одном варианте который получается лучше она уже почти остыла там уже она не сильно горячее все тут главное сейчас с мукой не переборщить потому что пока горячая она впитывает очень много муки тут главное с этим не переборщить все видите она схватилась и пока она вместе с мукой остывает она уже начинает крепнуть вот так вот буду посыпать и по мере уже смотреть она сейчас вот теплая приятная но не горячая смотрите с 5 стакана вот у меня столько еще осталось это пойдет на посыпку очень не больше пяти стаканов вот написано в рецепте 5 стаканов все больше не надо если у вас липнет дайте чуть-чуть остыть я не даю остыть вот смотрите она мне еще теплая я так и буду ее делать на 4 части получилось у меня где-то 320 грамм и вот такой клубочек для посыпки отдельно буду его делать раскатываем небольшой прямоугольник 1 у меня уже печется я не успела его заснять противень должен быть горячим можно сразу на противень смазанный маслом а можно так я противень предварительно нагреваем вот сейчас противень у меня горячий если пергаменте делать масло мазать не надо если без пергамента тогда смажьте сливочным маслом почему я нагреваю иногда по размеру чтобы форму придать когда противень горячий можно вот придать форму которую вы хотите если допустим не надо много раскатывать слегка раскатали а дальше уже придаете форму уже потери все ставим на ставим духовку на 180 градусов пока готовится тот лист раскатываем следующий потому что готовится он очень быстро сейчас скажу приблизительно сколько пожалуйста за пять минут приготовиться все достаем он очень-очень посмотрите очень мягкий пока лист горячий не даем противню остыть лишнюю муку конечно встряхиваем все неровности лепим пока горячие она пока горячая подается легко посмотрите какое нежное сейчас пока когда станет окрепнет немножко прошлое я все равно побольше раскатала надо чуть меньше чтобы придать самую форму делая все на одном столе потому что у меня кухня очень маленькая было бы место я бы вот эти вот на эту доску конечно сложила чтобы остыла так тут уже готов этот более-менее остыл кладу сюда чтобы достать тут раскатываем небольшой чтобы можно было здесь уже придать все отправляем духовку так остается вот этот вот последний который для посыпки идет его я раскатываю очень тонко даже вот много у меня осталось можно было бы поменьше оставить совсем тоненько он должен быть сухой чтобы можно было крошки сделать остывшие крошки можно блендеры доставать и мыть легче скалкой по-быстрому края я не срезаю края срежу когда пропитается на завтрашний день буду вот края резать и форму придать уже можно потом как 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 конечно можно делать не 4 как бы клубочка можно делать и 6 и 7 если будете делать кругом типа вот такой объемом в такую тарелку вырезать то можно и 7 и 8 делать и больше я делаю всегда вот так вот 4 она и так высокая не сидел 6 7 даже если маленьких тоненьких все равно получается очень высоко я не люблю высокие торты кушать такие так очень сложно приходится их нарезать на несколько частей чтобы поместился вот верхний слой всегда мажем как бы больше крема чем среди все посыпаем крошкой готовый торт накрываю противнем так чтобы он не касался можно если нету такого противня воткните вот четыре штучки маленькой чайной ложкой чтобы не касалось если противня нету дальше вот так вот засовываю оба противня в пакет не волнуйтесь пакет новый все хорошенько везде закрываю чтобы не поступал воздух ниоткуда сверху противень немножко большой ну ладно все оставляю вот так вот на всю ночь сейчас у меня вечер 7 часов вечера я до завтрашнего вечера вот так не в холодильник никуда при комнатной температуре если совсем у вас на кухне жарко отнесите его в гостиную или в спальник земцы на шкафчик положите где не так совсем жарко но не в холодильник не в холодное место не на балкон не надо надо чтобы он при комнатной температуре впитался и он будет совсем такой мягкий мягкий это мой лайфхак можете не делать это дело ваше но те кто ел медовик у меня постоянно спрашивают как у меня получается такой мягкий медовик значит первый лайфхак это сода должна добавляться после того как нагрелась масса второе добавляем слегка уксус и вот третье вот это тут я вот так вот заворачив пакет сейчас отнесу поставлю в комнату в гостиную куда мы туда на стол или на шкафчик чтобы никто не трогал и все до завтрашнего дня будет так вот бежать завтра покажу вам смотрите кусочек вам покажу конечно же посмотрите как режется вот 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 просто вы заметили как высоко увеличить в объеме листы и хотя я их очень только раскатала вот так они пропитались очень хорошо кремом и увеличились в объеме если хотите совсем тонкий можете раскатать 67 все эти два подноса идут в гости вот так мы ходим в гости но у меня все всем спасибо пока пока